Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как обстоит ситуация сегодня и есть ли какие-то конкретные решения газового дефицита – в следующем материале. В яму банкротства «Хаказгаз» спускался медленно. Отрицательная рентабельность, низкая платежеспособность, нестабильно предприятие работало последние пять лет. Крайняя точка – сдерживание тарифов. Субсидии не покрывали фактические расходы. «Хаказгаз» погряз в долгах. В отчетности за 2011 год сумма полученных убытков за один год составляла 22 миллиона рублей. С каждым отчетным периодом происходил рост непокрытых убытков, сумма которых к концу 2011 года, то есть это тот период, когда принималось решение по конкурсному производству, достигла 54 миллиона рублей. Кому было выгодно банкротство «Хаказгаза»? Сегодня этот вопрос ушел на второй план. Правительство вместе с парламентом ломают голову, как сгладить уже наступивший газовый коллапс. 100 тысяч человек в «Хаказе» пользовались газом. Из них 25% получали голубое топливо из газгольдеров. Основные поставки – Абакан, Черногорск и Усть-Абакан. Здесь шансы сохранить газоснабжение очень высокие. Эти три муниципальных образования, хочу обратить ваше внимание, это 86% домов и квартир, которые пользуются газом. Поэтому оставшиеся 14% – это Абазар, Алтайский, Ширинский и Аскизский район – мы предлагаем этим муниципалитетам перейти на электропищеприготовление. Вариант перехода на электричество жители «Хаказии» не отвергают, но у людей остается надежда – власти найдут альтернативное решение. Недовольство есть, но люди понимают, что люди сегодня заняли такую выжидательную позицию, понимая, что однозначно в одну минуту этот вопрос не решишь. Я думаю, что до 15 декабря все станет на свои места. Конечно, я сторонник того, чтобы вернуться на старую схему. Старую схему не вернуть газифицированные дома оценил Ростехнадзор. Заключение – их эксплуатация невозможна, оборудование устарело. К тому же эти населенные пункты, в том числе и Абаза, названы центрами убытка. Доставка газа сюда просто невыгодна. Как заверил министр регионального развития Сергей Новиков, республика поможет городам и районам безболезненно избавиться от газа. Сетевые организации уже закупают необходимое оборудование, чтобы заменить слабые проводки. Но сделать это в короткие сроки не выйдет. Необходимо слишком много средств. Ольга Стильм, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Наказание за пожар понесет хозяин одного из кафе Абакана. ЧП случилось в частной котельной, пристроенной к зданию кафе. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что в котельной горят потолочные перекрытия и кровля. Возгорание было оперативно устранено. По счастливой случайности никто не пострадал. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. В котельной складировали горючие материалы. Рядом с котлом потолочное перекрытие смонтировано с грубейшими нарушениями. Дымовая труба неизолирована. Эти нарушения вкупе с халатностью собственников и привели к возгоранию. Сейчас по факту проводится проверка. Лица, ответственные за пожарную безопасность объекта, будут привлечены к административной ответственности. Очередной матч в рамках первенства страны провели Саяны Хакасия. На домашнем льду с командой «Кузбасс-2». Для местной команды матч выдался тяжелым. О спортивных баталиях на льду. Алексей Гончаренко. Перед первым домашним матчем по традиции открытие сезона. Хлеб-соль участникам игры, государственный гимн, болельщики на трибунах и приветственные речи. Конечно, все не столь торжественно, как в прошлом году и даже с долей легкого уныния. От того, что теперь не так, как год назад, когда начинали сезон в элитном дивизионе отечественного хоккея. Турнир, в котором Саяны начали новый сезон, называется первенство России среди команд высшей лиги. Но дело в том, что определение высшей не отражает сути дела, ведь по сути это второй дивизион. В соперниках Усаян дублирующие, то есть вторые составы клубов Енисей, Сепсельмаш, Байкал, Кузбасс. Стоит напомнить, что из элитного дивизиона команда выбыла отнюдь не по спортивному принципу, а в связи с финансовой несостоятельностью. И намерена восстановить утерянный статус, сказал президент Республиканской Федерации хоккея с мячом. У нас задача стоит все-таки уйти от высшей лиги в суперлигу. Для этого нужно решить главную задачу финансирования. Это перспектива год-два от силы, не более двух лет. Через два года точно мы должны быть в суперлиге. Может быть год. С командами высшей лиги отношения у абаканского коллектива пока складываются с переменным успехом. В четырех предыдущих матчах у соперников в гостях две ничьи и два поражения. А в первой домашней игре с Кузбассом дела не заладились уже с первых минут, что явственно отражалось на табло. Но все-таки и команда у нас молодая, средний возраст игроков, 21 год, и из-за отсутствия искусственного льда не было возможности для полноценных тренировок. Нормально, просто терпение болельщикам нужно. Я просто попросил бы терпения болельщикам. И все, а так мы работаем, я думаю, что в правильном направлении, если что-то меня поправит. То, что мы имеем, ссылаться на то, чего нет, то, что есть, то и есть. Мы работаем на тех условиях, какие у нас есть на сегодняшний день. В этом матче удача улыбнулась Саяном лишь однажды. Был момент, когда соперники нарушили правила вблизи ворот, за что полагается пенальти, и он был реализован. Но итоговый результат неутешителен. 1-5. А сегодня вторая игра и тоже с Кузбассом. В высшей лиге такие правила. Матчи спаренные. По итогам турнира, он завершится в начале марта, две команды получат право перейти в элитный дивизион. Но с условием, что у них не будет проблем с финансированием. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Двух мам Абакана сегодня встречали из роддома не только мужья и родственники, но и сотрудники госавтоинспекции с не совсем обычным подарком. Стражи дорог вручили семьям, пополнение в которых произошло в День матери, детские автомобильные кресла. Праздник не так давно появился в календаре россиян, но уже приобрел свои добрые традиции. И это одна из них. Данная акция проводится в госавтоинспекции уже не первый год. Хорошая традиция будет продолжаться ежегодно. Еще раз напомнить родителям, что заботиться о своем малыше нужно с момента его рождения. Такой подарок от сотрудников ГИБДД не случайен. Краш-тесты показывают, самыми незащищенными в автокатастрофах оказываются именно дети. Специально удерживающее устройство в аварийной ситуации почти стопроцентно гарантирует безопасность ребенка. Кстати, только за этот год в столице Хакасии было оштрафовано более тысячи родителей за нарушение правил перевозки детей. В Усть-Абакане подходит к завершающему этапу строительства детского сада. Напомним, первые сваи в основании этого современного двухэтажного здания были забиты лишь в июле, а сейчас уже идут отделочные работы. Срок сдачи в эксплуатацию 25 декабря, поэтому строительство ведется ускоренными темпами. Заказаны мебель, игрушки, отвечающие всем необходимым требованиям. Сформирован штат воспитателей и нянечек. Так что с начала следующего года посещать детский сад смогут около 300 ребятишек. Планируется, что здесь будут открыты 14 групп, в том числе для малышей с полутора лет, что поможет значительно сократить очередь в дошкольные учреждения Усть-Абакана. Конечно, каждая мамочка заинтересована, чтобы ее ребенок поступил именно в этот детский сад, потому что он будет оборудован по современным технологиям. Здесь будет новая мебель, новые игрушки, новые развивающие игры. Названия пока у нас нет. Мы объявили конкурс, в котором могут принимать участие все жители поселка Усть-Абакан. И это будет такое общественное мнение. Мы прислушаемся к общественному мнению и, конечно, выберем красивое, достойное название детскому саду. Маршрут эстафеты Олимпийского огня в Хакасии был одним из самых коротких, чуть более 10 километров. Впрочем, это не помешало представить республику всему миру во всей красе. Олимпийский факел по гребню Сайна-Шушенской ГЭС и улицам Абакана несли 60 выдающихся жителей Хакасии, прославивших ее в области спорта, культуры и искусства бизнеса. Один из счастливчиков – номинированный представляющим партнером эстафеты компании «Инга Страх» – житель Черногорска Валерий Алаев. Водитель «Белаза» на угольном предприятии профессионально занимается футболом более 35 лет. Обладатель Кубка Республики Хакасия – неоднократный серебряный и бронзовый призер, лучший вратарь Хакасии. Я, в общем, рад и горд за то, что мне предоставили вот такую возможность пробежать с факелом. Это обычный раз в жизни бывает. И вот я не знаю, получится когда-нибудь это или еще, или нет. Но для памяти, для своих, как говорится, детей, для внуков все это будет. Маршрут по Абакану марафонцы преодолели более чем за два часа. Торжественное зажжение чаши, подаренной представляющим партнером эстафеты компании «Инга Страх», проходило уже вечером на Первомайской площади. Последний этап эстафеты в Абакане проходил по улице Щетинкина. Факел нес призер чемпионатов России, мира и Европы, участник Олимпийских игр в Турине, бобслейст Петр Макарчук. На сцене на Первомайской площади установили чашу Олимпийского огня. О зажжении пламени и завершении эстафеты в Хакасии Елена Крылова. Семь часов вечера в Абакане на Первомайской площади яблоку негде упасть. Все ждут Олимпийский факел, который должен прибыть с минуту на минуту. Это Всероссийская Олимпиада и она объединяет всех ради спорта. С самого начала. И что, уже видели? Ходим гуляем. Диана, тебе не холодно? Нет. Не холодно? Друзья, давайте поддержим финального факелоносца. Последний факелоносец в Абакане Петр Макарчук. Член Олимпийской сборной команды по бобслею на Олимпиаде в Турине. Мастер спорта международного класса. Серебряный призер чемпионата мира. Бронзовый призер Кубка мира. Чемпион Европы. Трехкратный чемпион России по бобслею. Я видел зажжение Олимпийских огней на стадионах Сотлэйк-Сити и Турина. Я испытывал тут чувство гордости за свою страну. Я благодарен оргкомитету Сочи 2014, что доверил такую честь зажечь факел Олимпийского дня в городе Абакане. У нас есть самый великий праздник, День Победы. И вот по масштабу, наверное, это близкое празднование Дню Победы в России. Я сегодня посмотрел, я давно не видел такой консолидации нашего общества, населения, всей страны. Самое главное, знаете, через этот огонь мы действительно, наверное, единственный такой момент за крайнее время соприкоснулись, как будто стали одним целым, вся Россия, матушка. Под ваши овации мы производим объединение. Объединение состоялось. Олимпийский праздник в Хакасии закончился. Дальше эстафету подхватывают другие города. Следующий после нас Кызыл. В Туву символ Олимпиады отправился вечером, а в Абакане эстафета завершилась фейерверком. Елена Крылова, Владислав Кустовой, Вести, Хакасия. Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Хорошего вам вечера и оставайтесь на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова